В 42-м эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, но вы поймёте, что на самом деле означает ресурсность и почему это тот навык, который сегодня нужен всем. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница МГИМО, школа в Испании, США и Швеции, Алена Бёрьюсон. Друзья, всем огромный привет! Рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». И сегодня мы с вами говорим на тему ресурсности в том контексте, в котором вы, скорее всего, раньше это слово никогда не рассматривали. И мы с вами разберёмся, как развитие настоящей ресурсности может помочь вам воплощать свои идеи и мечты в жизнь. Но сначала я решила начать больше делиться с вами тем, что происходит у меня в жизни. Я поймала себя на том, что сама обожаю, когда это делают мои преподаватели, потому что таким образом я чувствую ещё ближе себя к ним. Так что давайте договоримся, я буду вам больше рассказывать про то, что происходит, и ещё больше личных примеров. А если кто-то просто хочет факты, факты, исследования, последние мысли, полезные мысли, в подкасте всё равно этого будет очень много. Так что вы можете просто прокручивать интро, и я уж точно не расстроюсь. Так вот, мои дорогие друзья, мы наконец-то переехали, потихоньку обосновались в Гютеборге. Ещё, конечно, не совсем, потому что, услышав, что у мужа отпуск, я поставила себе в календарь 20 плюс коучинговых сессий с клиентами. Примерно 5 сессий с моим коучем. Тут ещё запись для моей любимой Кати Сафьялова из проекта Art of Career, которая, кстати, как и весь курс получились, просто огонь. Не за грами мой бесплатный курс по уверенности на мечту. И тут, конечно, мне попадается на глаза потрясающий вебинар моего преподавателя под говорящим названием How to enjoy being yourself. То есть для тех, кто любит английский, точно оценит, а так это будет звучать примерно как наслаждаться самим собой. Просто вау, я его слушала и поняла, что я должна сделать на его основе вебинар для вас, потому что после этого ещё одна моя коллега-коуч, по совместительству очень серьёзный менеджер в IT-компании, поделилась со мной своей работой на тему любви к себе, на тему наслаждения собой. Много рациональных, чётких упражнений. Я прям хлопала в ладоши и поэтому решила, почему бы не сделать для вас отдельный вебинар на эту тему, либо лайв, либо зум. Я ещё пока не решила. Так что да, это тоже будет в ближайшее время. Не пропустите. Если вы следите за мной в Инстаграм, то точно не пропустите. Я надеюсь вас тоже там увидеть. Вот всё. Пока я это перечисляла, уже почувствовала небольшое утомление. Но именно поэтому мы с вами сегодня поговорим про ресурсность. в аспекте, который, как мне кажется, очень отличается популярному взгляду на пространствах русскоязычных сайтов. Но каждый из вас может примерить такое понимание ресурсности на себя и решить, как вы можете именно такое понимание ресурсности использовать в своей жизни. Что, если я вам скажу, что ресурсность — это то, что сейчас у нас снижается в катастрофических размерах, катастрофически быстро. Это понижение случается реально практически каждый день в огромных-огромных количествах. Я не говорю о том, что у нас сейчас слишком много задач, и мы не успеваем восстанавливаться. Нет, это не про ресурсность. Resourcefulness — это англоязычное понятие, которое, как я могу заключить в русский язык, пришло как раз-таки из этого понятия. Ресурсность на самом деле означает нашу способность принимать решения и действовать самостоятельно. Наша способность находить грамотные способы решить ситуации и преодолеть трудности. Вот так. Я не говорю, что восстановление — это неважно, но это другая тема. Я предлагаю её не смешивать с ресурсностью, потому что если смотреть на происхождение понятия ресурсности, то это как раз-таки про нашу способность развивать необходимые навыки для разрешения любой ситуации, для достижения желаемого любого результата. Но многие мои клиенты, когда только приходят ко мне, не хотят этого делать. Они хотят, чтобы им точно сказали, как, что, когда, в какую последовательность нужно делать. Прям пошагово разложили дорогу от момента сейчас до момента исполнения мечты. И только тогда они были бы готовы попробовать. Я учу этому процессу, безусловно, пошаговому процессу от сейчас до мечты, но, друзья, смысл совершенно не в этом. Потому что многим кажется, что если у них бы был чёткий ответ, как это сделать, то мы бы точно преодолели все преграды, мы бы точно достигли желаемых нами результатов. Серьёзно? Как будто весь мир не знает прекрасно, как похудеть. Все знают, да, нужно правильно питаться и заниматься физическими активностями, окей? Только, как вы знаете, способность достигать желаемого результата, например, в части веса, мало зависит от того, что у большинства людей есть ответы на то, как это делать. У большинства людей есть Google. Но, друзья, то, как вы находите решение, то, как вы создаёте желаемые результаты, зависит от вашего мозга, от вашего желания решить ту проблему, которая у вас есть, использовав именно те ресурсы, которые у вас есть сейчас, не от информации, которую вы получите или не получите извне, не от каких-то материальных и нематериальных факторов, которые существуют вовне вас. Есть ещё второй вариант. Это то, что я у себя сейчас постоянно отлавливаю. Я хорошо пользуюсь поисковиками. Благодаря своим образованию, бывшей профессии, я прекрасно ищу информацию. И чем больше я это делаю вне себя, тем больше я замечаю, что мой мозг становится зависимым от решений извне. И как будто я сама перестаю развивать мою способность мыслить креативно, мою способность находить нестандартные решения, находить что-то новое. Поэтому, например, я почти перестала смотреть на то, что делают другие в моей области, потому что раньше мой мозг мне говорил, что смотреть нужно, что многие уже здесь годами, и они-то точно нашли более лучшие решения. Но теперь я вижу, что это из той же самой истории про желание найти решение вовне, когда на самом деле все решения, все необходимые ресурсы уже внутри каждого из нас. Я не говорю, что нам не нужно образовываться, я говорю, что нам не нужно использовать отсутствие каких-то конкретных ресурсов в настоящий момент как причину, почему нет. Окей, как понять, нужен ли вам вообще этот эпизод? Во всех ли сферах своей жизни вы 100% ресурсны? Или вам доступны возможности, о которых вы даже не подозревали? Сейчас мы с вами это проверим. Задайте себе такой вопрос. В какой сфере своей жизни я не ресурсен? А если более понятной по-русски? В какой сфере и по какой мечте я верю, что я получил бы результат, нашла бы решение, только если бы у меня было больше ресурсов? Например, у меня было бы больше денег, у меня было бы больше времени, другое образование. Если бы у меня были дети, если бы у меня не было детей, если бы я жила в более красивом городе, в более красивом доме. главное, что-то осязаемое или даже скорее материальное извне, если бы оно у вас было, то тогда вам было бы намного легче воплощать свою мечту, воплощать свои идеи в жизнь, создавать ту жизнь, которую вы хотите проживать. Для меня, например, это на протяжении очень долгого времени было время. Я глубоко внутри верила, что если бы только у меня было больше времени, если бы только моя дочь идеально следовала дневным вечерним рутинам, и у меня было бы больше времени, я могла бы создавать больше, я бы могла достигать ещё больше в моём деле, вообще во всём том, что я делаю вовне. И, кстати, интересно, что у меня был такой период, когда дочь вообще не спала ни минуты без меня. И я каким-то образом сдавала экзамены по психологии, продолжала записывать подкасты, даже вести курс Dream Big, да. Но я себе говорила и, безусловно, верила, что как только у меня появится немного стабильного времени вечерами, вот тогда всё вообще пойдёт ещё раз быстрее. Я буду всё чётко планировать, все пункты в моём списке дел буду выполнять. И другие у меня были, как теперь я уже знаю, фантазии. И примерно в мате у меня появилось такое дополнительное время каждый вечер. И вы знаете что? Мой опыт в жизни никак не изменился. Я продолжала верить, что если бы только у меня было больше времени, если бы только... Три точки дополняете, друзья. И заметьте, это «если бы только» звучит для нас очень оправданно. И, возможно, многие бы кивнули мне в сторону и согласились со мной. Но как в итоге воплощается мысль и идея «если бы только» в нашей жизни? Мы буквально перемещаем ответственность на внешние обстоятельства и верим, что когда оно изменится, только когда оно изменится, наша жизнь и наши результаты тоже изменятся. Именно в этот момент, когда я была готова разочароваться в том, что мне всё равно не хватает времени, что делать, именно в тот момент я узнала о ресурсности, о нашей способности решать проблемы не путём вливания дополнительных денег, дополнительного времени, других ресурсов, а при помощи нашего мозга, при помощи нашего воображения. Что, если мы готовы исследовать все возможные варианты решения, вместо того, чтобы фокусироваться на внешних обстоятельствах и говорить, что проблема не может быть разрешена? Такой фокус «проблема не может быть разрешена, потому что что-то во вне мне мешает», такой фокус и такие слова делают для нас проблему точно нерешаемой. Одна из моих коучей, от неё я, кстати, услышала про ресурсность, говорит, что ресурсность проявляется тремя способами. Во-первых, когда мы считаем себя сами проблемой. Мы себя жалеем, мы жертвы какого-то внешнего обстоятельства, у меня не то образование, у меня не тот бэкграунд и прочее. Первый способ. Второй способ, когда мы считаем проблемой, что у нас нет каких-то конкретных ресурсов извне. Для кого-то это деньги, для кого-то это время. Сюда же отнесём поведение, действия других людей, которые всегда ведут себя не так, как мы хотим. Ребёнок забирает всё моё время, родители меня не поддерживают, не поддерживали и так далее. Никто не хочет то, что я хочу предложить, никому не нужен мой продукт. И все такие разговоры. И третий вариант – это что-то насчёт судьбы и насчёт вселенной. У меня всегда так, мне не везёт, судьба у меня такая и прочая. А все эти три способа, как мы с вами лишаем себя ресурсности, как отсутствие ресурсности проявляется в нашей жизни. Совсем недавно я коучила клиента, и он ведёт совместный строительный проект со своими родителями. И родителям не нравится, что мой клиент предлагал, и они не могут совместно выстроить диалог. И идея моего клиента была просто заплатить кому-то другому, чтобы этот кто-то сам координировал вопрос с родителями, при том, что глубоко внутри он хотел и знал, как вести этот проект, и реально хотел быть в него вовлечён. Да, деньги очень часто решение. И часто очень даже хорошее решение, я не отрицаю. Но не всё можно решить с помощью денег. И каждый раз, когда мы находим решение, используя свой мозг, мы только укрепляем навык нахождения решений при помощи своего мозга, при помощи своих ресурсов. И это, друзья, бесценно. Если вы хотите создать успешный бизнес, счастливую семью, карьеру мечты, вам нужно развивать навык ресурсности. Как я могу решить вопрос и создать результат, о котором я мечтаю, с теми ресурсами, которые у меня есть сейчас? Что, если вы можете поставить под вопрос каждый ресурс, который вам кажется, вам просто необходим, чтобы быть успешным, чтобы достичь успеха, и понять, что это на самом деле не так, что на самом деле все решения исходят из вашего мозга? Кстати, вы обращали внимание, сколько вокруг примеров людей, которые добиваются нереальных результатов и выходят из совершенно простых семей, не каких-то суперобеспеченных, привилегированных слоев. Совсем недавний пример. Мой друг закончил региональную школу за год, за год, друзья, выучил английский, чтобы поступить в ГИМО, и теперь он в Гарварде. Потому что он настолько натренировал свою ресурсность, когда он переехал в Москву, когда он постоянно работал параллельно с учёбой, когда он переехал в новую страну, не имея никакой поддержки, и ещё очень-очень много других обстоятельств, которые для многих могли бы стать причиной, почему нет. Для него это стало возможностью развить в себе огромную ресурсность. И такие же примеры тоже знакомых на ребят, которые привыкли забрасывать проблемы деньгами, и это хорошо работает, пока есть деньги. Или когда проблемы не такие большие. Друзья, это, конечно, не обязательно должно быть так, но я вам просто хочу показать, что то, чего на самом деле вам кажется, вам не хватает для достижения вашей мечты, не является этим на самом деле. Не хватает не конкретных ресурсов извне, а внутренней ресурсности, способности находить решения, способности использовать своё воображение и брать ответственность за свои результаты в жизни. Помните, когда я приводила пример мышления в формате «если бы только?» «Если бы только у меня было больше времени?» «Если бы только мои друзья полюбили мой продукт?» «Если бы только?» Дополняйте. А что, если мы с вами полностью переграем эту пластинку? Что, если вы будете учиться мыслить в формате «даже если?» «Даже если никто не оценит мой проект?» «Я подставлюсь по плечу?» «Даже если у меня не будет времени на это?» «Я всё равно сделаю маленький шаг вперёд?» «Даже если у меня закончатся деньги?» «Я буду знать, как их создать?» Поэтому здесь у меня для вас два простых, но очень важных шага. Во-первых, определите, в какой сфере, в отношении какой проблемы вы думаете, что если бы у вас было больше дополняйте чего-то, то тогда всё было бы лучше. Тогда бы у вас точно всё получилось. Идентифицировали? Теперь второй шаг. «Даже если?» «Даже если у меня не будет такого-то ресурса, как я всё равно буду двигаться вперёд?» «Как я найду решение в любом случае?» Вот так, друзья, мы раздаем ресурсность шаг за шагом. Да, я ещё хочу вам привести важнейший пример в части ресурсности. И когда я начинала вести Dream Big, я была такой девочкой-отличницей, мне хотелось помочь каждому клиенту, дать ему разжёванный-разжёванный ответ и буквально даже взять на себя ответственность за результат моего клиента. Сейчас я понимаю, что я была очень неправа. Моя задача — не дать вам ответы на все ваши вопросы. Моя задача — только задать вам правильные вопросы, дать вам правильные упражнения, чтобы вы уже сами увидели ответы внутри себя и помогать вам как раз-таки развивать ресурсность. Если я думаю над ответом, мой мозг развивается, моя ресурсность увеличивается так же, как и увеличиваются мои навыки разрешать любые вопросы. Мой клиент же в таком случае будет ещё больше зависеть от меня. Его майндсет расти не будет. Поэтому я всегда направляю вас на правильные ответы, и мне на самом деле намного было бы легче просто вам сказать «вот так, вот так». Но опыт показывает, что в долгосрочной перспективе такие нравоучения, наставления, когда вам говорят, что и как вам нужно делать, они всё равно не работают. Все эти нравоучения, все эти наставления должны исходить изнутри, изнутри каждого из нас. Только тогда они будут давать эффект в долгосрочной перспективе. И то же самое по поводу коучинга. Задача хорошего коуча — не решить вашу проблему за вас. Задача коуча, моей философии, конечно, потому что я уже говорила вам, что существует тысячи разных школ коучинга, но моей философии, задача коуча — показать ваше мышление, показать ваше поведение, и как это всё создаёт результаты, которые у вас есть в жизни. Ставить под вопрос то, как вы используете свой мозг сейчас, и показывать те невероятные возможности по его использованию, которые вам уже доступны, и которые сделают движение к вашим идеям, к вашей жизни мечты намного приятнее. Если вы хотите прочувствовать коучинг на себе, то я, безусловно, приглашаю вас в курс Dream Big. С 3 августа мы начинаем последний поток, в котором коучинговая сессия лично со мной включена в базовый пакет. Так что если вы хотели принять участие в Dream Big, то сейчас как раз то самое время узнать все подробности, записаться можно в моём Инстаграм, либо по ссылке, которую мы разместим как раз в описании к данному эпизоду. Со всеми остальными я прощаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. Я желаю вам продолжить работу над ресурсностью и поразить себя всем тем, что вы можете создавать в своей жизни. Желаю отличного продолжения недели. До скорой встречи. Пока-пока. Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю вас в курс Dream Big. В течение пяти недель я научу вас чётким навыкам работы с мышлением, которые вы будете использовать всю жизнь. Вы сделаете воплощение своих мечт неизбежным и при этом научитесь получать удовольствие в процессе. Никаких рисков. Если курс не принесёт вам ценность, мы вернём деньги. Жду вас в курсе Dream Big и позвольте себе развить новое мышление для своих больших мечт. Редактор субтитров А.Семкин